Первый сигнал на пульс службы пожаротушения поступил в 9.20. Стревоженные жители города Арысь сообщили о мощных взрывах. Люди стали экстренно покидать свои дома, забирая с собой только документы. Во время съемок на глазах у нашей съемочной группы произошел очередной взрыв. Это жители села Агдала. Во время паники они упустили из виду трехлетнюю внучку. Бабушка со слезами на глазах просит отыскать ее. Все взрывается, везде горит, вся семья разбежалась. Я не могу найти свою внучку. Она была рядом со мной, я искала ее, не могу найти. В числе первых, кто покидает город Арысь – Нурталаб Жакипов. Мужчина говорит, что никогда еще не видел такого кошмара. Снаряды падали прямо с неба. На месте взрыва были задействованы 52 человека. И 12 единиц пожарной техники, 4 единицы техники из Шимкента. 23 человека личного состава и одна кинологическая группа. Самый мощный взрыв. Какой гриб большой идет. Сказали, что сейчас пойдет ударная волна, мы прячемся. В экстренном порядке создан специальный штаб. Военные и правоохранительные органы прибыли в зону ЧЭС. Представители местной власти заверили, что все меры предосторожности будут соблюдены. Сегодня утром в 9.10 в воинской части, расположенной неподалеку от города Арысь, на складах для хранения боеприпасов, произошел взрыв. Причина взрыва выясняется. Всех жителей города Арысь мы отводим в безопасное место, располагаем в близлежащих населенных пунктах. Сейчас на автобусах объезжаем город, забираем оставшихся людей. Мы запускаем в город 18 автобусов с громкоговорителями. После взрыва дали сигнал тревоги. Хватит ли техники, точно не могу дать информацию. Всю технику мы задействовали. Людей начали эвакуировать с трех точек в городе. Это всем известные места. Всех людей размещаем в школах близлежащих населенных пунктов. Всем Акимам дано руководство разместить людей. Безопасной зоной считается территория в радиусе 10 километров. О жертвах и пострадавших пока информации нет. Мы собрались у кладбища, там много детей. Окажите нам помощь, там нет воды. Мы хотим пить много пожилых. В Арысе до сих пор слышны звуки разрывающихся снарядов. На месте масштабного чрезвычайного происшествия работает специально созданная комиссия.